Здесь старые шины превращаются в резиновую крошку. Из нее делают покрытие для спортплощадок, брусчатку, напольную плитку. Продукция востребована в Удмуртии, Мариэл, Башкортостане, Казахстане. В прошлом году предприятие получило льготный микрозайм – 3 миллиона рублей. На эти средства залили бетоном территорию завода. Проблема возникла с клеями зарубежными. Но мы, в принципе, перешли уже на клея наших российских производителей, и поэтому все как работало, так работает. В перспективу мы планируем расширяться. Во всяком случае, в этом году мы планируем заменить частичное оборудование, которое морально уже устарело. Это уже другое предприятие на территории промпарка. В год здесь выпускают до 20 тысяч дверей. Сейчас стальную продукцию изготавливают на российских и турецких станках, рассматривают и китайские аналоги. В прошлом году предприятие получило займ в размере 20 миллионов рублей на 5 лет, что позволило расширить площадь производства. А это уже самое красивое производство промпарка. Здесь выращивают цветы. Раньше черенки и семена закупали в Голландии. В этом году 70% посадочного материала свои и закупленные в Подмосковье. Для развития бизнеса предприятие подало заявку на микрозайм в 5 миллионов. На данный момент мы строим дополнительные площадки между теплицами. Впереди теплицы. Расширяемся. Переходим постепенно на можжевельники, кустарники. Не только цветами будем заниматься. Здесь выпускают пластиковую посуду, садовые принадлежности, тару для белья, 200 наименований изделий. География поставок – вся Россия. По словам руководителя, санкции повлияли на производство. Сложности возникли и в части ценообразования. Ввиду, скажем так, низкого курса рубля, как бы странно ни звучало, зарубежные производители, те же самые Китай и так далее, они становятся, выходят вперед и становятся более конкурентными. Предложения дают нашим покупателям. Я думаю, она какая-то, скажем так, в моменте только, если на будущую перспективу смотреть, она все равно рано или поздно, эта ситуация выровняется. И лучшего предложения на рынке сможем сдать только мы. Сегодня Тюличинский промпарк – это 40 гектаров территории. Здесь работают 9 резидентов, создано 450 рабочих мест. На стадии запуска еще два производства. Желание открыть здесь цеха высказали турецкие и иранские инвесторы. По словам главы Назипа Хазипова, с появлением промпарка доля промышленности в районе выросла с 4 до 20%. Очень важную роль играет экономика района. Бюджет республики отсюда идет около 250 миллионов рублей, в том числе наш район – 35 миллионов рублей. Встретились с иранскими бизнесменами, ждем, в ближайшие дни приедут для изучения наших возможностей. Так, еще вот из Турции одна компания, которая работает в молочном направлении, то есть по оборудованию. Все компании могут воспользоваться услугами фонда поддержки предпринимателей. Так, для резидентов снижены ставки налогов на транспорт, имущество, есть льготы за электричество и аренду помещений. Также каждый может получить микрозайм до 5 миллионов рублей под 4,5%. В последний год одним из самых востребованных стал займ под строительство в промплощадках. Им воспользовались 17 резидентов. Все и промышленные предприятия, и все оставшиеся сферы к текущим условиям так или иначе начали перестраивать свои и кооперационные цепочки, и, возможно, закупки оборудования сырья. Здесь решением по поиску каналов и поиску сырья, необходимого для производства продукции, как раз таки служит республиканский маркетинговый центр, на площадке которого создан центр импортозамещения. Сегодня в Татарстане 94 промпарка. В них работают полторы тысячи резидентов, созданы более 50 тысяч рабочих мест. Их оборот за прошлый год превысил 400 миллиардов рублей. Это 10% от всего объема промышленности республики.